Средняя дальняя дистанция чуть-чуть поинтересней. Аккуратно играли игроки, только для того, чтобы набежать просто яростно и начать что-то нажимать. Когда пытаешься играть в футис, а потом переменяешь свое мнение. Что все этапы от сайта легендарные, Б и Бросочек работают. И Ледл Хит, и нету камбы нормальной от Астарота. Ну зачем же так? Астарота, Астарот, что ты делаешь? С трудом забирает этот бой. Аксаламон уже зарядил, кстати, против половины метра у килек, уже зарядил каким-то чудом Астарот. Полную шкалу, не иначе как Ледл Хит ему в этом помог через 2-2-б. Ледл Хиты обычно копят не слабо, так с этого метра. Бьет по пузику сейчас, отрабатывает, почуял слабое место. Бронит на килеке нет, какие ужасные, просто супер плохие камбы от Аксаламона. Почему? Что в его жизни пошло не так, что заставил его выбрать вот эти комбы вопреки нормальным? Неизвестно, но сейчас мы видим именно это. Отсутствие комб какой-то совершенно. Может быть это 2-2-б за портой? Это единственное, что я надеюсь сейчас, потому что в противном случае это очень-очень грустный момент. Я думаю, мы сейчас сумеем увидеть. И что это за... Простите меня. Да, какой-то ужас. Аксаламон вроде бы знает комбы, но предпочитает их почему-то не исполнять. Бросок за голову, вбивает в землю практически своего соперника и сажает на лопату. Время картошечку выкопать. О да, вот это ухват. Ну что ж, нормальная концовка от Аксаламона. Быстрая, быстрая 3-0 по раундам. И плачь в двери. Прятки DC, рады, что ты с нами врываешься в чат. Что ж, быстрый бой за Аксаламоном, Манки Кинг, который такой хороший бой. Ну то, что бой, который выиграл у Некрологина, который очень неплохо, на мой взгляд, играл на Геральте. И вдруг такой разнос Аксаламона, что это такое? Не везет, не знает персонажа. Может быть он, просто увидев такого здоровяка, растерялся. И не знает, может ли он своей крошечной палочкой что-то противопоставит огромному топоришу, который вот-вот готов размазжить его аккуратно причёсанную голову бордюры собянинские, которые здесь повсюду. Набережная этой реки точно подлежит благоустройству. Ах, они часто играют в ранкете, подсказывают допу. У нас фантазм, у нас эксперт по турнирам, а допа будет экспертом-консультантом по ранкету. Я буду прибегать к её услугам, когда мне понадобится информация о том, кто, когда все сплетни и слухи из ранкета, вот так, ну, может быть, свою какую-то колонку в ФГЦ ввести и поручить. Там будет, а вот призвель в ранкете, там, слился в Виккенд Юзлису. А он что после этого? А, новый сетап попробовал. В общем, всякие, всякие будут у нас. И как хорошо, как Соломон контролит сейчас нокдаун Килика. Просто шикарно. И степ, что происходит? Почему не попал Килик в рекавери? Это же работает, это же работает. Бордюры спасли. Спасли бордюры сейчас с торота. Ай-яй-яй, но не спасло его. И быстрая обратная 3-0. Видимо, высокая частота игр в ранкете помогла адаптироваться к королю-обезьян, к своему охламону, сопернику охламону, и погубить его. Все, соседний стрим закончился. Сейчас мы должны ожидать наплыва игроков, зрителей. Ну, как ни странно, почему-то их убавилось. Было в один момент их 36, сейчас 24. Ну, надеюсь, еще восстановится баланс сил и прибавится к нам еще посетителей. Нормальный бой, да, все верно. Повыигрывали, попроигрывали, пора и честь знать. Что же, ингаут арена хорошая для того и для другого. Манки вроде чуть-чуть поуспешнее в ринг-аутах, насколько я могу судить. Хотя ему фатально не везет. Видишь, на то, что плиточка помешает, то бордюрчик. Это ринг-аут? Нет, это не ринг-аут. Он спасается и как прижучивает. Его сейчас Астарот и действительно выбрасывает водичку, но уже после смерти. Такое особо циничное надругательство над трупом своего соперника просто стоит. Он настолько уверен в своем чувстве дистанции, в своем превосходстве, в превосходстве топора, что даже не пытается. Кнопка блок для слабых. Настоящий профессионал жмет блок только тогда, когда очень нужно заблокировать. То есть практически никогда. Все мы знаем, что профи не блочат. Да в районе никаких новых анблоков я не увидел. Леон. Неплохое наказание. Что ж, 2-0 по равному пользу. Второе-то матч-поинт за Аксоломоном. Бьет сейчас и сетапчики с сайта идут в ход. Аспир еще сокрушался. Как же, почему они не работают? Почему они работают? Вот же. Вот же Хламон использовал. И даже против легендарного Манки Кинга. Проходят эти сетапы. Работают. Ждет второго удара. Ну что ж, 2-1 по равному отбьется за свою жизнь Манки. Будет ли в наших ФНП, как и в европейских турнирах, доминация Астаротов? Или изменится сейчас этот? Это странная тенденция метагеймовая. Посмотрим. Подсечка за подсечку кидает Килек. И даже то, что они минус там 16 не останавливают Астаротов от того, чтобы отжирать их одну за одной. И даже после блока чего-то нажираться. Что очень странно. 2-2 по равному. Матчпоинт для обоих игроков. Такой был солидный элит у Астарота. Все спустил в трубу. Просто сбросил. Ой-ой-ой, что делает? И какой хороший спейсинг от Килека сейчас был. Потому что почти нету жизнью Астарота. Пора зарядиться. И это бросок за голову. Сколько жизни сейчас будет снесено. 2 броска сейчас. 2 броска. И придет в полную негодность Манки Кинг практически. Я бы так сказал. Ой-ой-ой, что происходит? Ай-яй-яй-яй-яй. Осторожно. Хламон нет. Манки Кинг.